Субтитры делал DimaTorzok Привет, дорогие зрители, и, как вы поняли, через полгода я вернулась к Генши. Нет слов. И я хочу поделиться с вами своими мыслями, какими-то ощущениями от возврата к Генши. Да. Что-то изменилось, что-то нет. Вот. Видео будет сделано на несколько частей. И эта часть посвящена открытому миру и боссам. Ну что ж, приступим. Итак, в открытом мире не особо что-то изменилось. Просто 2-3 новые территории добавилось. Вот старые и новые загадки. Преимущественно старые. Вот. Пара новых боссов. Ну, и не сказать, что это что-то сильно новое. Начать я бы, наверное, хотела с боссов. С новой глисты. Я уже ходила на неё в оперативе, но всё-таки нужно же прочувствовать в соло. Так вот. Ну, не могу сказать, что я сильно что-то от неё ожидаю. Просто... Просто... Да. Ну, посмотрим. Итак. Босс неплохо выглядит. Бьёт анемо атаками. И зарывается в землю. Да, глист там. Ещё вторая. Так ещё и отбегает постоянно. Как же неудобно. Блин. Да как вы её в разламе проходили? Мы не в разламе. В бездне. Да как же вы её в бездне проходили, ребят? Да, могу представить. Да, но я немного ускорю. Просто... Дебильная битва. Немножко. Какой мог бы сделать вывод? Ещё одна глиста. Ждём третью. Во-первых. Во-вторых. Ну, норм. Желательно брать 1 мапирса. И ещё... Блин. Это если я Альхайтала выбью. Мне придётся её убивать. Ладно. Посмотрим. Так, пошли. Ко второму боссу. Привет. Всё. Что хочу заметить, до Блэса очень долго бежать, и, конечно же, можно поставить телепорт рядом с ними, если у вас есть цель его формить, но все-таки это немножко дискомфортно. Еще здесь вначале я немного не сориентировалась, чтобы разрушить эти штуки, поэтому он сразу наветил на себя щиты, собственно, к бездне. Вот так вот. Ну, могу сказать, что это просто большой бездне, который стал боссом. Так сказать, апгрейд. Да. Ну, босс в целом-то не сильный, не считая тех щитов, под которые нужны специальные элементы, я не могу назвать его сложным. Еще у нас появился один новый еженедельный босс. Кажется, со второго задания на хидом я его еще не пришла, поэтому я попросила своего друга с помощью этой связи. Конечно, это будет не в соло, но хотя бы посмотрим на него. Так, у нас есть довольно простая первая фаза, где мы просто его бьем, он бьет нас в ответ. Вот так вот, довольно легко, быстро проходится, потом падает какая-то капелька сверху и начинается, наверное, самая бесячая фаза этого босса, когда ты просто бегаешь за маленькими врагами, немножко раскастовываешься. Ну, блин, это не очень. Ну, она несложная, просто долгая, мне показалось так. Потом начинается третья фаза. Наверное, по получению урона это самое тяжелое, потому что меня ваншотнули два раза. И так вот. Тут какие-то интересные щиты появляются, нужно под ними стоять. Еще я видела где-то видео, что не нужно брать Беннета, иначе от горения умрешь. Из трех новых боссов, этого большого вестника, глисты 2.0 и этого необычного зеленого дракона, он мне понравился больше всего, потому что он, на первых, щедрый и растворительный, да, книжку. И еще просто интересные, что-то необычные механики. Такого нет никак скоромучия, то, что ты бегаешь по всей арене, но ты не получишь урон и не пытаешься по нему попасть этим клевером. Вот так вот. И, да, в целом неплохой. Я хочу пройти второе задание Нахиды, чтобы его открыть у себя уже и проходить соло. Спасибо большое Филиппу за помощь с пассом. Если честно, вот я уже, наверное, месяц поиграла. Вот, заканчивая записывать это видео, да. И я не ощущаю, что что-то кардинально поменялось, потому что это был Геншин и это остался Геншин. Что могло в нем измениться? Все так же фармить, героев одевать. Не могу сказать, что это плохо, просто это то, чем на прям в виде заниматься. Наверное, нужно будет еще видео про карту записать, потому что там тоже есть что сказать. Я все-таки ушла еще до карт. Ну и, конечно же, Бездна. Куда без нее? Я уже пробовалась, честно, проходить на Бездну. Это просто кошмар. Но я, конечно же, запишу видео. Следующее видео раз будет про Бездну. И все. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. Вообще, что такие мои впечатления. Как вам вообще такой формат видео? Это мое первое видео с голосом. Пишите комментарии, ставьте лайки. Буду рада вас видеть снова на канале. Вот так вот. Спасибо всем большое за просмотр. Хочу поблагодарить также всех за поддержку канала, когда я не играла в геншин. Очень было приятно видеть, что вы смотрите мои видео. Это стимулировало меня вспоминать геншини, хотеть вернуться в него. И вот я снова здесь. Так что без вас, ребят, этого бы не было. Спасибо всем моим друзьям. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok